Уважаемые коллеги, за прошедшие сутки самолеты российской авиагруппы в Сирийской Арабской Республике совершили 71 боевой вылет по 118 объектам террористов в провинциях Идлипс, Хопп, Дамаск, Алеппо и Латаке. Наша авиация продолжила боевую работу по выявлению и уничтожению караванов с оружием и боеприпасами. Удары также наносились по вскрытой инфраструктуре боевиков, которая ранее была законсервирована или тщательно замаскирована. Это прежде всего базы, перевалочные и опорные пункты террористов, а также командные пункты. Как вы видите, количество боевых вылетов увеличилось, что связано с увеличением количества разведанных и подтвержденных по различным каналам целей террористической инфраструктуры боевиков. Данный факт является убедительным ответом различным обезличенным источникам в отдельных зарубежных средствах массовой информации, позволяющим себе делать голословные заявления о якобы недостаточной технической исправности наших самолетов. Еще раз хочу подчеркнуть, российские самолеты на авиабазе ХМИМ, всепогодные и все службы обеспечения нашей авиагруппы работают слаженно, надежно и результативно. Анализируя методы работы зарубежных коллег по данной теме и не дожидаясь их следующего вброса, сообщаем запасы материальных средств, горюче-смазочных материалов, боеприпасов и всего необходимого для ведения эффективных боевых действий у нас имеется в достаточных объемах. Теперь непосредственно о применении российской авиации по объектам инфраструктуры террористов на территории Сирийской Арабской Республики. В районе населенного пункта Сальма, провинции Аллатакия, беспилотными средствами был скрыт командный пункт боевиков с узлом связи и вынесенным за его пределы крупным складом боеприпасов. После доразведки цели бомбардировщики Су-24М нанесли воздушный удар, в результате которого объект полностью уничтожен. В окрестностях населенного пункта Тель-Мариган, провинции Алеппо, бомбардировщикам Су-24М нанесен удар по опорному пункту террористов. Данный объект боевиков использовался для осуществления контроля за автомагистралью, по которой осуществлялась доставка боеприпасов и оружия боевикам. В результате прямого попадания авиабомбы опорный пункт и прикрывавшие его автомобили, оборудованные зенитными установками ЗУ-23, уничтожен. На окраине населенного пункта Месраба, провинции Адамаск, российская авиация нанесен удар по пункту управления одного из бонформирований террористической группировки «Джейш-Аль-Ислам». Точным бомбовым ударом пункты управления с узлом связи были уничтожены, в результате чего нарушено управление бонформированием боевиков в данном районе. В долине Эль-Габ, провинции Идлиб, штурмовиками СУ-25 уничтожен крупный замаскированный пункт снабжения террористов, на котором хранились боеприпасы, оружие и материальные средства. Прямым попаданием авиабомбы, большегрузный автомобиль, стоявший под загрузкой боеприпасами, был уничтожен не только автомобиль, но и весь склад. Данными объективного контроля подтверждается полное разрушение объекта, а также уничтожение в результате пожара еще трех грузовых автомобилей террористов, которые были хорошо замаскированы в 500 метрах от объекта. Представьте себе ширину радиуса разлета рвущихся боеприпасов, уничтоживший данный склад. В районе населенного пункта Тельбиса, провинция Холмс, нанесен удар по командному пункту боевиков в кульпировке джипгата Нусра. В двухэтажном здании террористами был оборудован пункт управления, рядом с которым находились четыре джипа с крупнокалиберными пулеметами и минометом. После проведения доразведки беспилотными средствами, точным ударом, корректированной авиабомбой с бовдородчика Су-34, объект и весь автотранспорт боевиков был уничтожен. Холмс, коллеги, мы сделали подборку очередных данных видеоконтроля, объективного с беспилотных летательных аппаратов, результаты применения нашей авиации на территории Сирийской Агарской Республики. Вы видите, мы сделали более наглядный для вас и понятный был сам формат подачи данных видеоконтроля. Данный объект боевиков, хорошо оборудованный опорный пункт боевиков, был обнаружен в провинции Хама, в районе населенного пункта Кафер-Зайта. Опорный пункт располагался на пересечении основных магистралей автомобильных в данном районе. Как вы видите, был хорошо, очень оборудован в инженерном плане, где находилась артиллерийская батарея. Также была замаскирована в капонерах бронированная техника. Более того, там находился пункт управления, узел связи и склад боеприпасов с оружием. По данному объекту был нанесен удар бомбардировщикам Су-25. Вот вы видите сброс авиабомбы по объекту. В результате точного попадания по данному опорному пункту произошла детонация боеприпасов, хранившихся на данном объекте. В результате чего объект полностью уничтожен, вместе с техникой бронированной, которая находилась на данном объекте, и артиллерийской батареей. Это вы видите результат детонации боеприпасов. Вот вы видите техника, сгоревшая БМП. На следующем видеоролике представлены данные объективного контроля с беспилотным летательным аппаратом применения российской авиации по опорному пункту террористической организации дел. Вы видите, вот он сам опорный пункт, который был обнаружен в районе населенного пункта Алеппо. Данный объект находился на тактически важной высоте. Как вы видите, он хорошо оборудован, где находились специальные огневые позиции боевиков, а также бронированная техника. Данное расположение опорного пункта имело важное тактическое значение и обеспечило боевикам контроль полностью в данном районе. На объекте был пункт управления, узел связи, склад с боеприпасами, также на нем были возведены различные фронтационные сооружения. По данному объекту, бомбардировщикам Су-34 был нанесен точный удар. Вы видите результаты применения бомбардировщикам Су-34 по данному опорному пункту боевиков. В результате удара объект был полностью уничтожен. На следующем видеоролике представлены данные объективного контроля с беспилотного летательного аппарата. Применение российской авиации по укрепленному пункту боевиков в районе населенного пункта Каферзайта, это провинция Хама. Укрепленный пункт занимал одну из господствующих высот в районе и имел важное тактическое значение. Объект был хорошо укреплен, как вы видите. На нем находилась бронированная техника, а также находился склад боеприпасов. В результате применения российского самолета Су-25 по данному объекту, точным попаданием, вы видите, сброс боеприпасов, объект был полностью уничтожен. И прежде всего бронированная техника, которая находилась на данном объекте. На четвертом видеоролике очень интересный объект. Обратите внимание, этот объект находился на одной из важных трасс на территории Сирийской Арабской Республики. Это одна из магистралей между населенными пунктами Хама и Алеппо. За данным объектом велось наблюдение несколько дней. Как вы видите, ничего особенного из себя он не представляет, если смотреть на него даже сверху с беспилотного летательного аппарата. Но было зафиксировано, что особенно в ночное время в данном районе останавливаются большегрузные автомобили, как правило, на 2-4 часа. По другим каналам была получена информация и подтверждение, что это хорошо замаскированный под фермами разрушенного моста склад с боеприпасами и оружием для боевиков. Куда подходил ночью большегрузный автотранспорт, загружался и дальше уходил к позиционным районам боевиков в различной местности. В результате наведения на данный объект бомбардировщика Су-25 и нанесения удара данный склад с оружием и припасом был полностью уничтожен. Вот вы видите, в результате попадания специальным корректируемым боеприпасом произошла детонация хранившихся там взрывчатых веществ. Объект полностью уничтожен со всем его содержимым. Субтитры создавал DimaTorzok